здравствуйте мои дорогие друзья мы вышли гулять с мамой долго она просидела у нас дома все ж таки как у нее хватило сил я не знаю она много раз порывалась выйти в самом начале мне приходилось даже прибегать к помощи своих детей они звонили нам по ватсапу и говорили маме что гулять нельзя ни в коем случае нужно обязательно сидеть дома на что она в общем то согласилась слава богу потому что я ее говорить не могла на все время возмущалась и я шла на ее поводу и выходила гулять с ней на роду тогда еще было много и поэтому и магазин она заходила хотя ей просила постоять возле магазина но она все равно заходила пока я там выбирала продукт ну в общем сейчас она послушная стала здесь наверно хотят положить асфальт вот так вот сделали хорошо бы эту тропинки вообще нет грязь кругом ну вот хочу ребята вам сказать что после долгих долгого сидения дома просиживания после телевизора этого сумасшедшего мы теперь вышли гулять друзья мои посмотрите какое испарение над прудом туман прям туман поднимается от воды я не могу сказать потому что воды в принципе еще нет лед стоит на пруду но он уже рыхлый довольно таки и вот ну как бы эти лужицы воды на поверхности есть вот посмотрите какая красота это просто чудо вот там заливчик вот там в той стороне вот так вот идет заливчик вот он видно даже вот и видно что и там тоже туман и в ту сторону идет начало реки запруженные вот этот пруд это река запруженная и туда все распространяется туман испарение интересно о чем это говорит в принципе возможно а я поняла это все штуки а лед он холодный а воздух 9 градусов тепла сегодня но весь день шел дождь мелкий дождь я так рада между прочим что он смыл все всю грязь которая была на асфальте на поручнях я так думаю грязь я имею ввиду бациллы различные и в общем-то в общем-то дышится легко нет пыли вот видимо ото льда воздух встретился холодный теплым а и вот получился вот такой том туман те кто живет рядом с прудом естественно они знакомы им знакомо это явление но я-то вот вижу в первый раз единственное что раньше когда мы походы ходили с ночевой и вот рано утром можно было наблюдать такую красивую картину но это было летом зимой мы конечно походы не ходили а вот летом можно было сейчас вот я наблюдаю ближе конечно все это рассеивается издалека очень красиво мы подходим пруду я решила посмотреть красоту вы тут вот лепешки мам осторожней по лепешкам прямо где мы раньше с бабушкой бабушка у нас жила в городе верхотуре и у них были они картошку сажали на полях и мы ходили собирали сушеные лепешки вот такие вот с ней и в качестве удобрения она применяла потом бабушка мы применяла для полива ну там может быть помидоров там или еще что-то я точно не знаю мама осторожней стой здесь а то скатишься стой я пойду подойду вот посмотрите мама стой здесь а то скатишься туда слышишь меня не подходи к скале близко тут обрыв скала вот такая вот можно туда это когда мы молодые вы тут прыгали скакали а вообще так то опасновато опасно немножечко но видите как вот лед потихоньку тает у берегов уже раскололся а раньше был прям ледоход видимо открывали когда шлюзы плотины увеличивалось течение и лед раскалывался и шел по направлению к плотине красота ребята как же я люблю природу но это конечно же все пришлось годами раньше я этого всего не замечала очень красиво ребят ну мы с мамой пойдем магазин нужно сходить за продуктами у нас все закончилось дорогие друзья а это привет из шри-ланки это мне прислала дочка она отдыхала там как раз таки и прислала вот такую вот открыточку как раз в наши ненастные дни очень приятно полюбоваться на нее на эту открыточку на солнышко на людей которые сидят рыбачат на берегу океана красота открытка кстати говоря рисованная это либо тушь либо гуашь что-то одно из двух вот такая вот красота мы с мамой вернулись прогулки друзья мои нас остановила не полиция дежурные как они раньше назывались я уже не помню но вот которые ходили по улицам и ловили народная дружина по моему дружинники нас остановили в красных повязках на рукавах с красными повязками на рукавах и ну естественно масках сделали нам конечно же предупреждение они все понимают но тем не менее на самом деле государство о нас беспокоится они предупредили что если поедет полиция они будут просто напросто штрафовать уже без предупреждения то есть если с дружинниками еще как-то можно договориться то полиция беспощадно штрафует я считаю что это правильно мы конечно же с мамой нарушили но просто мама уже у нее очень как это правильно выразиться в общем она сдала немножечко потому что у нее такой болезненный вид потому что она не двигается естественно сосуды головного мозга не наполняются кислородом и в таком возрасте очень тяжеловато я думаю что мы будем прогуливаться еще но просто будем гулять вокруг дома она все-таки находится в группе риска поэтому и жалко и тут тоже невозможно потому что у нас первый этаж внизу подвальное помещение балкона у нас соответственно нет поэтому друзья мои приходится прибегнуть уже вот к вот такой вот резиночки потому что у меня отросли волосы уже практически до плеч и ну парикмахерские закрыты тем более что мне салон нужен екатеринбурге надо ехать туда я хочу подстричься у мастера который меня в прошлом году стрик поэтому я поеду именно туда когда все закончится дорогие друзья а теперь я хочу показать вам обзор покупок своих которые я сделала в магазине монетка я естественно после того как принесла домой вот эти вот продукты все перемыла перемыла вот эти вот упаковки вот как видите они еще с мылом причем они еще влажные ну никак не могу я перестроить себя переступить через себя для того чтобы этого не делать поэтому ну ничего страшного поход в магазин у меня занял по времени где-то час ну а дезинфекция вместе с обувью с мытьем обуви пола с доместесом занял у меня часа два то есть вот так вот мы зайдя в магазин потом очень много тратим времени на дезинфекцию товаров ну в принципе в условиях этих нелегких которые нам жизни предоставила ничего не поделаешь приходится подстраиваться итак дорогие мои друзья начну свой обзор цены как всегда я покажу в конце видео чек в чеке именно прочитаю вам чек поэтому можете в общем то посмотреть и сравнить цены теперь появился вот такой вот творог но как мне сказали что он и не исчезал просто я приходила уже к разбору то есть его разбирают быстро я взяла три вот таких вот брикетика или пакетика каких правильно называть в общем вот этот творог 9 процентный по 200 грамм производитель ирбитский завод молокозавод мне очень нравится я рада что я его застала на прилавках магазина теперь я взяла масло 82 и 5 процентов жирности 1000 озер ну вот как всегда я его люблю и беру постоянно если я его вижу на прилавках 180 грамм теперь друзья мои по скидке вот это вот правильное решение я взяла зеленый горошек ну конечно прямо скажем что внутри там горошек не фонтан но тем не менее подешевле сэкономила и вот такие вот грибочки шампиньоны резанные уже тоже правильное решение тоже вроде бы как бы подешевле теперь я взяла я вот подстелила такой полотенчик для того чтобы это мокрое все немножечко подсушивалась потому что если я еще буду сейчас сушить все это у меня просто все растает разморозится поэтому надо спешить для того чтобы заложить все потом в морозилку вот такую капусту брокколи я взяла быстро замороженную теперь я взяла фасоль стучковую кстати говоря сегодня все мокрое кстати говоря сегодня я использовала последнее что у меня было из замороженных продуктов приготовила пожарила все это что у меня было на сковородке с а тоже остатками филе индейки получилось очень даже вкусно и со сметанкой очень вкусно теперь на 4 такие весенние овощи я купила теперь я купила три бананчика мама у меня как-то их не очень есть я тоже их не люблю они уже под надоели поэтому я их кладу в творог для того чтобы хоть как-то попадала попадали полезные вещества ну не ради себя именно ради мамы потому что я то если знаю так я съем знаю что надо я съем а вот мама наотрез отказывается не хочу говорить и все и вот так же и авокадо друзья мои все мокрое и также авокадо я взяла они уже мягенькие тоже буду добавлять в творог потому что так она его отказывается в свежем виде есть я в свежем виде же и в творог и положу теперь значит я взяла 4 штучки свеклы тоже закончилась она нам непременно нужно для чистки сосудов вот такие яблочки я взяла 6 штучек ребята все мокрое я вся в воде я вся как жаба лук взяла репчатый друзья мои теперь ну естественно мои любимые конфеты я им не изменяю и ласточка вот именно трюфель и конфеты ласточка нам с мамой хватит вот такие прянички я сегодня взяла немножко другие мятные мама у меня мятная тоже очень любит яшкина знакомая какая-то фирма наверное их продают везде и и вот такие вот шоколадные пряники орехами вот это вот я не учла орехи то наверное это лишнее для нас ладно пусть будет еще друзья мои я купила пасочку вот такую пасочку две штучки я взяла две штучки пасочки сколько же они у нас стоят она в чеке я посмотрю а это кулич я извиняюсь конечно первоуральских хлебокомбинат сама я не пекла в этом году ничего у нас духовка отвратительная поэтому я даже не рискую теперь значит я взяла филе индейки ну вот это вот indy light испытанная уже фирма я беру ее постоянно стоит грудки я и в москве тоже покупаю такие и обжариваю у меня есть видео где я в мультиварке обжариваю причем обжариваю так чтобы они потом выглядели на тарелочке очень красивые то есть имели цвет карамели кому интересно заходите оставлю ссылочку под видео молочко я взяла вот такое вот это молоко самое лучшее на мой взгляд три с половиной процента один литр она не дешевая но тем не менее я его беру как-то в общем то здесь в монетке я его не встречала сейчас увидела и купила купила я сок сады придонья j7 в общем то я покупала они как он как-то очень сильно концентрированные маме не очень понравился поэтому я для нее взяла вот такой сок который она всегда берет для нее он привычный ну а для себя взяла вот такой сок если же ей понравится конечно же мама будет пить я не жадный человек поэтому поделюсь обязательно теперь я взяла вот такие носовые платочки пусть будут еще я купила пакеты для мусора тоже закончились надо обязательно было их уже покупать взяла теперь теперь салфетки у нас есть но мама любит вот именно вот такие вот дешевые правильное решение она все время берет и для успокоения ее души я взяла именно вот такие салфетки а вообще у нас салфетки красивые есть которые я покупала еще фикс прайсе но фикс прайс поехать у меня сейчас нет возможности потому что надо ехать в автобусе автобусы маленькие у нас ходят поэтому я не рискую просто-напросто я боюсь что-нибудь подцепить не дай бог ну и друзья мои естественно хлеб я взяла хлеб взяла мамин любимый опять же потому что для меня хлеб еще есть я его в общем-то ем редко вот такой вот вкусный хлеб бабушкин называется дорогие мои друзья конечно очень много времени уходит на то чтобы перемыть это все но тем не менее я не могу себе в этом отказать просто перед глазами всегда такой случай я видела в метро однажды и была поражена и у меня теперь это из головы никак не выходит как однажды один господин который стоял уже на выход в вагоне ждал когда двери откроются и в этот момент вдруг он чихнул в руку ребята чихнул в куда и потом этой же рукой он схватился за поручень все это у меня занозой застряла в моих мозгах и никак тем более что сейчас такая ситуация и никак у меня это не выходит поэтому я все мою намываю драю себя мою и так дорогие мои друзья чит зачитываю вам чек овощная смесь 9990 пакет полиэтиленовый так мне надо принять удобную позу поэтому я присяду пакет полиэтиленовый 790 я взяла две штуки свекла 49 90 это за килограмм я взяла 670 грамм у меня получилось 33 рубля 43 копейки капуста брокколи замороженная 99 рублей 90 копеек фасоль стручковая 99 90 авокадо на 1197 я так понимаю что килограмм стоит 349 рублей 90 копеек молоко стерилизованное 79 90 кстати говоря не такое уже оно и дорогое по сути масло сливочное 99 рублей 90 копеек сок сады придони 1 литр 67 рублей 90 копеек пакеты для мусора по 79 90 я взяла две упаковки на 159 80 творог и рыбицкий 9 процентов по 200 грамм 64 рубля 90 копеек в общей сложности 194 рубля 70 копеек стейк из грудки индейки 179 90 шампинь и шампиньоны в баночки разрезанные 59 90 горошек зеленый 59 90 все это со скидкой было сок g7 нектар ананасовый 99 90 там 1 литр бумажные платочки по 14 рублей 90 копеек я взяла две штуки 29 рублей 80 копеек салфетки бумажные 79 90 пряники мятные яшкина 39 90 пряники шоколадные 59 90 конфеты ласточка 79 90 трюфель и 149 90 хлеб бабушкин бабушкин 25 рублей 90 копеек кулич пасхальный две штучки на 79 рублей 80 копеек лук репчатый 49 лук репчатый 49 90 за килограмм я взяла 510 грамм 25 рублей 45 копеек яблоко сезонные килограмм 89 90 я взяла 710 грамм на 6383 копейки бананы эквадор килограмм стоит 79 90 у меня вышло на 57 53 и того сумма 2154 рубля 51 копейка друзья мои и на такой вот друзья деловой ноте я хочу попрощаться с вами на сегодня дорогие мои друзья до следующего видео пока пока